Ооо, тяга, тяга панара, все, смотрите, она очень лежит, видно, как хорошо, как она лежит, вот, вот так вот, пользуйтесь регулируемыми тягами панара, будто они у вас отрываться, ладно, трасса убийственная, это действительно убийственная трасса, в принципе, что, помню, на Вести первый раз на ней ехал в 15-м году, что вот сейчас, местами-то хорошо, но есть просто реальные засады, там проще, сбавить ход и все, и не париться, потому что движение по этой тропикане, ну, вообще, убийственное для автомобилей, и здесь нужен какой-то прям, ну, даже не кроссовер, какой-нибудь УАЗ, чтобы он мостами тут бряцал и как бы ехал, потому что, я думаю, пробитых шин сегодня будет вот валом, у кого особенно низкий профиль, сами сейчас убедитесь, в общем, жесть, да еще и два трамплина есть, буду ехать опять, буду ехать потихонечку, буду ехать медленно, чтобы понимать, что, как, да где происходит, потому что признаться стабильности в поведении автомобиля, как не было, так и нет по одной простой причине, ничего я с ней с овощной не делал, на которой мы едем, никак не модифицировал, не разбирался я с техникой, ну, вот здесь вот видно, да, то есть вот эти вот ямы бешеные просто, ну, вот, и дальше у нас совершенно шире нестабильность в покрытии, учитывая, что шины дорожные, ну, честно говоря, проще вот так вот спокойно проезжать, без фанатизма, да, без рванья, может, даже быстрее будет, нежели вот впилить-впилить, шпилить-шпилить, да, а потом, в общем, оказаться не в удел, то есть мы видим, что, думаю, сегодня сошедших будет достаточное количество, это, скорее всего, что, не знаю, что, но, в общем, дай бог просто доехать до финиша, если честно, потому что первый раз я проехал, ну, жестко, жестко, честно говоря, не знаю, что с ним делать, и хотелось бы все-таки, чтобы как-то было помягче, ну, тут реально, вот, если честно, вы видите, дыры, пробои, колея даже есть в нескольких местах, в общем, колея такая очень глубокая, очень стабильная, трасса вообще, конечно, в плане вот того, насколько она хороша, ну, даже, на самом деле, хуже внукова она, к сожалению, достаточно средне-скоростная, для меня просто скоростная, да, вот видите, да, то есть, на долг, стабильности вот просто здесь нету, стабильности здесь просто нет, а, это что такое, стабильности здесь просто нет никакой, и один раз я уже даже вылетел, но вытолкал кое-как автомобиль в ходе проезда без камеры, чтобы понять хоть что происходит, потому что убедился, с камерой крайне сложно что-то внятное говорить, и как-то беседовать на эту тему, понимаем, ну, видите, да, то есть, ситуация просто, просто патовая, и ожидать что-то нормального, мне кажется, не приходится, то есть, я буду ехать, скорее всего, на третий преимущественно, мне нужно двигатель крутить в звон, потому что трасса, как правило, больше, больше восьмидесяти она идет во многих местах, а у меня на восьмидесяти вторая заканчивается, к сожалению. Никакой, опять, красоты, да, то есть, максимум, такой условной стабильности, но сколько-то возможно. Сказать, вот здесь место просто жесть какая-то, посмотрите, просто жесть. Все это, естественно, тебя выкидывает из седла, и думаешь, что за хрень, сложно, крайне сложно идти. Здесь упираешься, а можешь не упереться, и тогда будет что-то совсем другое, а крутишь руль как можешь. Я даже седуху тебе уже погнул у полозья на трамплине, это, конечно, действительно очень сложная, очень сложная, и, скажем так, трасса, вот как она есть, так она и есть, вот по-другому никак не скажешь, очень сложная для езды. Проще включить сразу третью, да, то есть, потому что вторая здесь не цепляется, не цепляется, и смысла здесь, в общем, нет даже на ней ехать. Просто будет много звона, и ничего толку никакого. Поэтому тихо, и сапо, и аккуратненько. Это главное кредо езды на такой трассе. 60, ну что ты будешь делать тут? Не хватает выворот, конечно, классики. Ну, плюс моя, конечно, езда такая достаточно слабая. Но выворот все-таки не хватает, то есть, исправить ошибку очень сложно на классике. Плюс вот видите, вот здесь просто нет никакой. Вот так. Вот так. Даже прыгать вот здесь, вот ну как здесь прыгнешь. Очень слабая стабильность в поведении автомобиля на дороге. Не знаю, здесь ехать вообще. Окошку надо открыть, короче. Мне кажется, я потеряю задний мост здесь где-нибудь. Это точно. Потому что состояние действительно невероятное. Ну, трасса просто ужасная. Ну и менять мне все, сзади, спереди, конечно. Все-таки быстрее. На второй. Еще на третий здесь он отгоняется. Да, это колесо. Леса здесь, конечно, полетят со страшной силой. Ну, блин, ну просто, глядь, это жесть тут. 40, ну да, 40 оптимально здесь. Нет смысла изображать что-то более серьезное. Запутался в руле, как всегда. Здесь логично треть включить, длинная дуга. Еще раз. О, как ты обильность потерял. Ничего себе, мне выбило. Мне сразу зашел я вот так вот технично. И вот это мерзкое место. Ну, просто мерзкое. Вылетел что-то. Я не знаю, даже когда траектория тут должна быть, если честно. Хрен ее знает. Третьего отхнула, что невозможно. Контролировать тягу в таких полугих поворотах на второй просто невозможно. Давай-давай, поехали. Ну, вторая была бы уместнее, но все равно. Она почти на пределе здесь, 80. Тянет меня вправо очень сильно. Влево, вернее. Тормозами надо заниматься, конечно. И здесь совершенно нет зацепа. То есть, как-то руль крути, на какой угол не поворачивай. Здесь тоже проще третьего включить, потому что зацепа не хватает. А третьего достаточно слабо тянет. И сама по себе трекшн-контрол наступает. Сколько здесь? 60? Ну да, где-то 60. 60. Ну, в общем, трасса, да. Трасса, конечно, жестокая. Главное проехать. Никаких регулируемых крючков в подвеске здесь быть не должно, потому что не заводских. Очевидно, что просто не выдержит. Скорее всего. Это еще тянет меня. О! Ой-ой-ой-ой-ой! Тянет меня в сторону ужасно. Совсем что-то с правым тормозом у меня беда какая-то. Ну, буду это учитывать. И машину надо будет подвезти в нормальное состояние, конечно. Потому что пока это как бы не очень годное все. Делай, жалко, блок не поставишь. Да, стабильности мне не хватает. Не знаю, что с ним делать здесь, честно. Вот так прыгаем. Да, а почему меня тянет в сторону? Блин, дерьмо какое, а! Москвич приехал, ё-о-о! Убьется ли сегодня его мост на рессорах? Мне кажется, да. Вот отломанная часть. Сейчас сходим, посмотрим, что там случилось. А вот место есть тут. Вот сюда поставим. А? А? Жир же. Где шапка нужно накидать? От сидений не значишь? Да. Прости. Держи. А? 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 Тяга понаро, все? Да. Регулируем они? Да. А? Поэтому она, наверное, лопнула. Трамплин? Трамплин? Трамплин, какая-то просто. Просто убийственная. Туда хуже была. Ну, мне кажется, не очень. Потому что она вроде нормально, нормально. Там хоп, там яма. Там вот эта излучина. В нее бабах всем местом, бабах. Ну, трамплин я вообще не говорю. Он вообще какой-то, ты, если больше ход дал, ты просто перелетаешь и так мордой бам. То есть. Лонжируем. Да, да. Поэтому это просто убийственно. Да. Жесть. И что делать? Все? А, ну это недалеко. Хорошо уже гуляет. А, как ее менять сложно сейчас? Она прикипела или недавно менялась? Да нет, что все относительно свежая. А, ну у нас сейчас нормально будет. Стандартик. Блокировка есть? Нет. Вообще. Ну, поэтому огонь не прет, так что все разламывается. Это понятно. Я от разогнаться не могу, чтобы разломать. Ну, наверное. А так будем надеяться. Ладно, удачи, успехов. Спасибо. Как, кстати, Хака восьмая полностью или девятая уже? Восьмая. Восьмая? То, что у меня только сзади восьмая, как спереди ты держишь? Нормально? Нормально. Нормально. Ну ладно. А у меня спереди седьмая просто стоит. Да, мне кажется, там плюс-минус. Да? Ну ладно. Окей. Спасибо. Спасибо.